Молодые и амбициозные. В МГТУ прошел 4-й отборочный вузовский чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В этом году участие в нем приняли около 60 студентов по 6 компетенциям. Ребята соревновались в течение трех дней. Лучшие смогут отправиться на межвузовский чемпионат в Москву. Кто же эти счастливчики в нашем следующем сюжете. На столах только схемы и чертежи, никаких телефонов и шпаргалок. Тут собрались ребята, которые решили проверить свои знания в компетенции инженерный дизайн КАД. Максим Филатов студент 4-го курса. В чемпионате участвует второй раз. Сравнивают, в прошлом году здания были примерно такие же, но в этот раз, благодаря опыту, выполнять их легче. Вчерашнее задание было спроектировать редуктор, наподобие редуктора. А сегодняшнее задание это спроектировать так называемый радар. В нем не хватает несколько деталей, которые нужно самому придумать, доработать. Среди участников и школьницы Анастасия Решетникова девушка обучается в проектной школе МГТУ. В прошлом году она была победителем в юниорах. В этом решила попробовать свои силы вместе со взрослыми студентами. Настя признается, мечтает связать свою жизнь с проектированием. Задание примерно одной сложности, но во взрослой компетенции идет больше различных элементов. То есть у юниоров задание более упрощенное, но по сложности примерно одно и то же. Соревнуются ребята в двух модулях. Разработки механических чертежей для производства и внесения изменений в конструкцию. Задание объемное. Потому на выполнение целых шесть часов. К слову, о сложность заданий говорят и сами эксперты соревнований. У них есть распечатанные чертежи, у них есть также 3D-модели, которые предоставляются им в электронном виде. И по заданию они моделируют недостающие 3D-модели, входящие в состав изделия, моделируют сборку, создают анимацию работы устройства и также создают фотореалистичное отображение по заданию. Пристегнуть ремень. Два пальца от отростка очевидного. Руки. 30 к 2 делаем. Вернуть к жизни манекена – задача для будущих специалистов по охране труда. Валерия Вотченко сейчас на третьем курсе. В чемпионате участвует впервые. Девушка считает – главное не победа, а опыт. Первое задание у нас было – мы составляли список нормативно-правовых актов. Дальше мы составляли инструкции. Нам даны были две профессии. Для каждого нужно было составить инструкцию. Оказание первой помощи. У нас была первая помощь при признаках ОРВИ, то есть из-за пандемии. В стенах вуза чемпионат проходит в четвертый раз. Он длился три дня – с 30 сентября по 2 октября. В отборочном туре приняли участие студенты со второго по четвертый курс. Чемпионат состоялся по шести компетенциям – веб-дизайн и разработка, геодезия, предпринимательство, экспедирование грузов и другие. Всего было приглашено 30 экспертов. Это различные работодатели. Для студентов это быстрый лифт, это трудоустройство студентов, так как на национальном чемпионате в качестве жюри и в качестве спонсоров участвуют различные достаточно большие корпорации, которые также смотрят на площадках, оценивают ребят и потом предлагают им, соответственно, возможность трудоустроиться именно на этих предприятиях. Сильнейшие студенты смогут продолжить участие в межвузовском чемпионате. Он пройдет в конце октября в Москве, а после получат трудоустройство. В МГТУ лучшими стали Максим Филатов и Валерия Воченко.